Весёлые истории в журнале «Яролаш» школьники Комсомольского района снимают свою версию известного московского сериала о жизни детей. Этот проект существует уже около года. О том, как родилась идея создания киножурнала и какие планы вынашивают юные актёры, в нашем сюжете. Идея создания проекта пришла к вожатой школьного лагеря Валентине Филипповой летом. Каникулы в этом году были особенными, карантинными. И взрослые как могли разнообразить досуг школьников. Одну из смен Валентина посвятила кинематографу. Чтобы познакомить детей с профессией актёра, она решила попробовать снять короткий сериал «Аналог русского Яролаша». На русском-то и так уже есть «Яролаш», как бы посмотреть можно. А на Чувашском у нас таких серий практически нет, можно сказать. Поэтому мы решили переводить какие-то сюжеты, а некоторые сюжеты у нас просто возникали в ходе съёмок. Смешные сюжеты появлялись, то есть мы снимали уже по своим новым сценариям. Найти актёров среди школьников оказалось несложно. Желающих оказалось достаточно. Каждый смог попробовать себя в роли актёра, режиссёра, сценариста и оператора. Школьный фотоаппарат, декорации из подручных материалов и хороший настрой так отсняли девять серий, которые уже размещены в социальных сетях. А ещё школьники готовят мультфильм на чувашском языке по сказке Константина Иванова «Тимир тыла». Героев они лепят из пластилина, а фон рисуют красками. Первые кадры будущей мультипликации уже готовы. Мы оставались после уроков, после шести уроков. Конечно, было сложно, но можно представить себе с другой стороны, что это было и как бы способ отдыха, расслабиться и получать удовольствие. Пуру надеть, элег, чаваш, халахи. Весенщий день вещех и вельтеньчиня чудот надеть. Вещх и вельтрашнебе чавашсень три ансабу надеть. Инесса Потапова, Юлия Адюкова, Сергей Копеев, Александр Адюков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова